У меня две линии, мамина и папина. Они разные, они как-то очень счастливо пересеклись. Действительно счастливы, потому что когда папа с мамой прожили долгую жизнь, папа вот умирал, и они так за ручку держались. Вот так он отошел к Господу, мама его держала за ручку, и я был рядом. И я подумал, тут очень счастливые и редкие случаи, когда люди до гроба любят друг друга. А линии разные. Мама моя происходит из Ярославской губернии, из Петровского района. Это крестьянский род. Дедушка мой, Петр Михайлович Аркинов, пришел в Питер в 12-м году, потому что в деревне был голод. Некоторые сейчас ставят памятники Столыпину, но крестьяне той эпохи его проклинали за эти реформы. И вот так он из крестьянина стал обуховским рабочим. Он оказался на обуховском заводе сначала. Участвовал в февральской революции, успел побывать на Первой мировой. Поучаствовал во Второй мировой. Был ранен под Синявиным, мой дед. А мама моя, девочка, пережила почти всю блокаду. Несколько раз совершались чудеса, ибо она осталась жива. Ну, во-первых, голод был, который выкосил половину Питера. Во-вторых, бомбили. Одна бомба упала в соседний дом, в следующий дом упала другая бомба. И в ее дом на предельной улице упала большая 500-килограммовка, пробилась этажин и застряла в парадной двери, но не взорвалась. А мама моя через нее перелезала, она была девчонкой. Потому что выйти из дома, чтобы надо было открыть дверь и перелезть через торчащую большую бомбу. Вот в 43-м ее эвакуировали, бомбили эти баржи, катера. Ее везли на катере по Ладоге. Был март, уже Ладога вскрылась. Вода ледяная, но уже льда нет. И вот она упала за борт при бомбежке, и матросик ее вытащил за шарфик. То есть цепочка таких событий чудесных, чтобы я тут сидел, она очень большая. Ну и у отца тоже большая цепочка. Фамилия Грунтовских происходит из древнего польского рода. Вот сейчас в интернете мы нашарили с сыновьями, что уже в 14-м веке они упоминают свои речи посполитые. Были такие шляхтички, наверное, у меня в характере что-то такое есть от них. Вот. А на них все время как-то бунтовали. И вот в одно из восстаний 19-го века двух братьев Грунтовских в Кандалах погнали в Шлисинбург. Сейчас польское консульство в Шлисинбургской крепости установило большую доску с перечнем фамилий поляков, которые там жили и все умерли. Потому что никто и оттуда не вышел из этого замка Ив нашего российского. Сбежать невозможно. А вот там нет фамилии Грунтовского, потому что он сбежал в Кандалах. Они были скованы цепью, но они два брата сбежали. И вот они с дороги, с этапа нашли лодку на Финском заливе, приплыли в Кронштадт. Их везде искали, но в Кронштадт была закрытая военная база, там не догадались искать. Там они прожили довольно долго. Это был мой прапрадед. А потом он перебрался в Петербург и оказался тут... Ну, чем он занимался прапрадед, я даже не знаю. А вот уже прадед, он Владислав Фомич Грунтовский, он работал в издательстве Усуворина, журнала «Новое время». И опять же, чудеса интернета, мы нашли его фотографию. Вот бабушка в 1937 году все фотографии, письма родственников пожгла. У нее там братья были, два были в Красной армии, два в Белой. На всякий случай, те и другие, вот, дневники сожгла, фото. А вот в интернете мы нашли фотографию прадеда, там участники издательства Суворина. Вот, и хотя он такой был монархист и православный, но вот у него в издательстве работали поляки. Во-первых, католики. Во-вторых, как позже выяснилось, сторонники социализма. Вот сам прадед прятался на квартире социалистов от охранки. И вот выросли, у него пять сыновей было, дочка, бабуля моя. И вот у них разная судьба, кто-то был в Белой, кто-то в Красной. Старший брат погиб в Корниловском мятеже. Так что гражданская война началась еще до октября. Уже офицерство, уже уничтожало друг друга. Боролось за власть. Ну, я об этом писал, у меня есть об этом поиски, публикации, можно все это найти. Интересно. Сейчас фотографии даже некоторые нашли, некоторых братьев. Вот Владимир погиб в мятеже в Корниловском. А вот судьба Александра тоже интересна. Он тоже был штабс-капитан, тоже георгиевский кавалер. Даже государь его награждал. Ну, в общем, ну, так получилось, что он, вот, часть его судьбы – это жена в хождении по моккам Александра Грунтовского. Он сам рассказал Толстому свою историю. Ну, там собирательный образ Рощина. Он из разных состоит, из художественного вымысла, из различных фрагментов реальных судеб. Вот, вот, реальный фрагмент – это тот, который был связан с его женой, что она была очень красивая. Но, на самом деле, звали ее Клавдия. Он ведь до войны, они с братом учились в Академии художеств. Он ее рисовал. Вот эта картина, она сейчас в квартире моей мамы есть. Одна из курсовых работ. Обнаженная натура. И вот, потом они с Академии ушли в 14-м году на фронт добровольцами. И вот, он ее очень любил, потерял ее в гражданскую войну. Вот, нашел он ее, там ее Денщик, вот как в романе. Денщик увез Грицко этот, увез ее к Махно. Там за ней Махно приударил, хотел ее, значит, к себе. Вот, они сбежали. В общем, вся такая история очень романтическая. Он сначала был в белой армии, перешел в красную, как и Рощин. Вот это он рассказывал Толстому, это попало в роман. Но остальные судьба Рощина никакого отношения не имеет к нему. Вот, у него печальная довольно судьба. Он остался там и жил в Запорожье. Сейчас в Запорожье живут грунтовские мои братья и сестры, там, уже теперь троюродные. Вот, мы часто ездили в советское время, каждое лето гостили. Я считал Запорожье городом своей юности. Сейчас мне советуют лучше не появляться там. Я своими книгами, статьями уже известен. Какие-то черные списки в бандеровцев несет. Вот. Кстати, мой отец потом воевал на Западной Украине с бандеровцами. Это тоже известно. То есть, смотрите, у вас две родни, с одной стороны, ярославские корни, да? Да, и польские. Ну, польские, они пять поколений прожили в Питере, я пятому поколению принадлежу. Поэтому, конечно, они потомственные петербургские интеллигенты. Ну, и тоже, наверное, там уже не только поляки, а народ уже, да? Ну, первые два поколения они женились только на полячках, только на католичках. Ну, вот, а дальше уже нет. То есть, в таком случае, моя бабушка свободно говорила на польском, ну, и на всех европейских. Вот. А папа мой уже не бум-бум, потому что он, в общем-то, вырос в основном в детдоме, и потом в деревне его детство прошло. А, ну, я прервал историю вот про Александра Грунтовского. Она интересна тем, что, да, вот уже наступил 37-й год, он уже был полковником Красной Армии, но его супруга Клавдия Грунтовская по-прежнему была так обворожительна, что вот его замкомандира полка ее безумно любил и написал на него донос, и по доносу его арестовали, и он пропал где-то по 58-й статье. В 37-м это было очень легко. Ну, большинство людей, наверное, погибло не потому, что они были какие-то враги народа, а потому что вот продолжались старые счеты. Кто-то сводил таким образом, кто-то хотел получить комнату в коммуналке от своего соседа, кто-то хотел убрать мужа, но она ему не далась, эта Клавдия. Вот. Потом пришли немцы в 41-м году в Запорожье, и опять к ней кинулись ухажеры, она все еще была так хороша, вот, там страшная история. Когда они уже ушли, фашистов прогнали, то ее снова посадили уже в третий раз за пособничество, но потом выпустили, потому что выяснилось, что пособничества никого не было, а просто были лживые доносы, как в 37-м, так и в 45-м. Вот такая жизнь у нас вот интересная в России. Ну, я об этом тоже писал. Когда она умерла? А? Она прожила, я ее еще застал, где-то уже там в 80-е, я сейчас уже не помню. Интересно, она была женщина, да? Да, 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 да. Она была воспитательницей в детском саду и прятала много еврейских детишек в Запорожье, спрятала из своего детского сада, они у нее просидели три года в подвале. Вот. Вот такая была девушка, которая сумела сбежать. Вот это махно. Ну, ладно, это я буду долго рассказать. Вот такие, ну, это у каждой семьи русская, наверное, есть, ну, не только русская, но и российская, наверное, есть истории. Кто-то погиб на фронте, кто-то погиб в репрессиях, кто-то где-то еще что-то, вот, много интересного. Вот, например, дедушка мой, который вот пришел на завод крестьянский, он вернулся после революции в деревню. И там были разные тоже перегибы, как вы помните, да? И он пошел ходоком от деревни в Москву. И пришел к Ленину. Ленин лежал больной в горках, там Ленину попасть было нельзя. Но он сразу попал к Ленину, он попал лично к Рубской. Его выслушали, все вопросы решили, их артель разрешили работать, запрещали там от артель. Все стало нормально. Вот, но вот я даже думаю, вот я сейчас пойду ходоком, допустим, к Медведеву в Москву. Приду я к нему, попаду в кабинет. Вот, вот какие-то времена такие были баснословные, что сейчас, наверное, молодежь не поверит, что происходило в России. Самая невероятная вещь. Сейчас электронное правительство. Живого уже. Да. Вот, поэтому... А вы ездили в свою деревню, вот, в Ярославскую? Вы знаете, в Ярославль я ездил, в деревню нет, там уже нет. Там вот жили вот Рукиновы дедушкины, а бабушкины, Груздевы. 43 дома, и все Груздевы. Вот, меня даже все время спрашивали, а вот знаменитый, значит, старец-то из Троицы Сергея Лавры, он, значит, не ваш ли родственник? Ну, Груздевых очень много. Он тоже с Ярославщины, но нет. Вот, ну, не суть. Вот, ну, а вот я вот тут родился в Питере, об этом я написал книгу, кстати, вот, называется она «В стране советов», да? Она уже пересдавалась несколько раз. Первый вариант вышел ее в роман-журнале в Москве достаточно большим тиражом, и мне писали письма, вот уже электронные, говорит, давайте продолжайте, продолжайте. Я написал сначала детство в стране советов, потом юность в стране советов. Вот, но старость уже протекает не в стране советов. А, ну, все равно в России, вот, вывески меняются, Россия остается, это, так сказать, неизменная величина. А вот, значит, мама и папа кем у вас работали? Ну, в общем, они скромную такую жизнь вели. Вот бабуля моя, значит, она вот осталась одна, без мужа, и потом и второй муж, отчим папы, он тоже погиб в 41-м, при первой же бомбежке, первая бомба на него упала, героический человек был, интересная судьба. Вот, ну, бабушка работала библиотекарем, ее так любили, вот, что все, кто приходил в библиотеку, она всю блокаду прожила до самого конца, папина, мама, что приносили, а это была библиотека Октябрьской железнодороги, и они приносили либо корочку хлеба, машинисты приходили, с дорожники, брать книжки, очень любили ее, Марусю, вот, или хоть кусочек угля в печку топить, хоть что-то всегда, и она так вот прожила блокаду, вот, благодаря своим читателям, вот. А папа был в деревне Славинка, его увезли еще в 41-м, и там он вот все свои интеллигентские замашки забыл. Ну, если бабушка училась еще до революции в гимназии, да, знала не гимназия, Петра Шули, вернее, даже не Петра Шули, а была Анна Шули, потому что Петра только мальчики учились, а в Анне, ну, это одна система была. Вот, там на немецком языке преподавали все предметы. Вот, но папа тоже что-то в детстве он застал, там где-то он помнит, что да, вот было довоенное время, утесов в гости приходил, учительница заставлял на фортепиано, а потом в деревне, в деревне он научился блести лапти, вот, пасти скот, его пастухом избрали, вот он в 11 лет пас колхозное стадо, всю войну практически, вот, заготовляет дрова. Мужчины ушли на фронт, и они делали все женские работы, например, мяли, трепали лен, мальчики, там их было 300 человек, детский дом в деревню вывезли. Об этом тоже написано. Какая-то область, где он? Это Костромская губерния, Палкинский район, деревня Словенко, об этом есть его воспоминания, и в своей книге «Русский кулачный бой», я там в последних изданиях воспоминания отца, я просил, чтобы он сам написал их. Литературная способность, наверное, в него, да, у вас? Знаете, он никогда особенно не писал, в армию написал стихи, но мы нашли их в записных книжках, стихи слабенькие. А когда вот он на старости лет, уже там 80 лет, стал писать по моей просьбе прозу, я увидел, что прозу написано высокохудожественно, и стиль мне показался знакомым. Думаю, в кого же он так пишет? А потом я понял, что это, конечно, я в него. Он очень любил поэзию. И вот в нем совмещалась разная культура. С одной стороны, может быть, кровь каких-то шляхтичей, а с другой стороны, ну как, эти боевые офицеры, там его родители, его дядья все, да, вот они вот гражданскую прошли, Первую мировую. Вот. А с другой стороны, вот, самая разная культура. Он с детства знал Пушкина наизусть очень много. Я вот ходил, у меня еще не было 7 лет, я не читал. А мы по городу гуляли, он Пушкина читал, я запоминал сказки, там, Руслан Людмила, Царь Салтан, вот, даже Медный всадник. Уже наизусть знал в детстве. И он иногда какие-то опереты или оперы поет, все. Он-то Маритану любил петь, я помню, что так ему нравилось, как мама увидит мое, все поет, а Маритана, моя Маритана. Вот. И вот до этого Мистера Икс, и все-таки популярные какие-то вещи, из оперы заперет. И вместе с тем он пел большое количество тюремных таких блатных песен, которые они в детдоме пели. А детдом, поскольку деревенский, там все было перемешано. И фольклор, старинный фольклор пели они, народные песни. Луна красавица ленива обходит, тусклый свод небес, кусты руками раздвигая, бежал разбойник через лес. Вот. И тюремные такие некоторые цитировать неудобно. Я даже, опять же, вот в этой книге, такой краткий сборник такого тюремного фольклора воспроизвел. Потому что это интересно. Вот. Если бы каждый бы это сделал, составил бы сборник фольклора, который пели его родители, бабушки, дедушки. Ведь мы собирались с семьями, там, Пасха была, там, 9 мая, не важно что. Вот. И в советское время Пасху отмечали, собирались у бабули. И все начинали сразу столом петь. И деревенские люди, и городские, в общем, пиртуар. Война одна, вторая война, все перемешала, все пласты. И пели, и советскую классику, там, кто-то с горочки спустился, вот. Дан приказ ему на запад, и в другую страну. И тюремные песни, там, гоп со смыком. Есть ведь гоп со смыком одесский, есть ростовский, а есть питерский. Вот. А питерских несколько вариантов. Папа их все знал. Вот. На работу больше не пойдем, на рукавички нынче пережжем, перебьем друг другу лицу, пережжем все рукавицы, на работу больше не пойдем. Вот. Питерский гоп со смыком. Вот. Ну, массу вещей. И вот, слушаешь невольно детским ухом, все это как-то перемешивается, опера и блатной, фольклор. Вот. Ну, наверное, может быть, потому интерес. А бабушка деревенская моя, Анна Семеновна, она ведь была там в деревне Славутницей, ни одна свадьба без нее не обходилась. Ее всегда звали, она вот своей сестрой, Катей, даже, по-моему, где-то у меня тут их фотографии есть, я, может быть, потом найду. Вот. И они бегут на свадьбу, еще сами были незамужние девчонки, бегут, 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 вот они тут с матерью, и с бабушкой моей с сестрой. Вообще их 10 человек было Груздевых. И что поразительно, все были на фронте, бабушка моя в блокаде здесь работала, остальные были на фронте, все мужчины ушли, и даже женщины, я вот потом найду фотографию, тетя Маруся, папыша в руках, всю войну прошла, и все вернулись. Вот. Бывало, что из деревни один процент возвращался. Они ушли из своей Ярославщины, все вернулись. Ну, вот видите, как вот интересно, вот такие фотографии семейные, вот, прощаются с прадедом своим, все Груздевы стоят возле гроба, и это такое тоже, вот я многих видел, как там, а где же мои очки-то, вот я, как у Рубцова, как много желтых снимков на Руси, куда-то я очки свои, ну, ладно, я хотел прочитать просто. Давайте, а, вот они у меня в кармане, в кармане, в кармане, главное, чтобы не с кадра не убежать, пока ищешь очки, ведь как замечательно, вот, вверх, тут все переписаны, кто, кто есть кто, чтобы внуки и правнуки знали, кто стоит, где, вот, у кадра, да, вот, на память, дома на память, к вам приехал папаша, встречайте, прошлый год на Серегаву память был, но на преподобного Сергия скончался, на Серегаву память был, это интересный русский язык, это вообще, вот, старые все письма возьмешь, и вот с фронта, да, не только с фронта, это же произведение искусства, да, перед родителями у гроба, Груздева в городе Ярославле, скончавшись от 3 часа дня, хирургической больницы, при младшем сыне своем Алексея, 28 мая 36-го года, похоронен на Леонтьевском кладбище, присутствие всех 10 человек своих детей, жены и ближних родственников, стоящих на портрете у гроба, Иван Груздев, вот, это старший сын, подписал, да, вот это семейство, вот, ну, фотографий много таких, конечно, вот 36-й год, да, всю жизнь похвал, крестьянином был, простым середняком, вот, и, вот, всегда мне это доставляло и удовольствие, то, что люди поют, как они письма пишут, потому что, вот я вот, в общем-то, профессиональный писатель, общаюсь со многими коллегами своими, хотят они написать что-то народное, сымитировать, там, диалог ли, письмо ли, как трудно сочинить, понимаете, это, ну, это могли некоторые великие люди, вот мог Шукшин, там, Федор Абрамов, мог взять так вот, они сами мужики были, это сахи, вот, Шолохов мог написать, а тем они великие, что они могли это сделать, а сейчас современный писатель берется, профессионал пытается имитировать народную речь далеко ему, на простой, и как простой Косянин строит фразу, вот, к вам приехал родитель, прощайте, на Серегау память, там, и так далее, и так далее, вот, ну, вот это, наверное, какая-то такая внутренняя школа, которая тоже, формирует человека, создает, создает его, лепит его, вот, это ощущение, тяги, вот, я сейчас приезжаю, причем не важно, в Ярославщину приеду, там, в Костромуле, в Вологодчину, куда угодно, даже вот тут, в Питере где-нибудь, я ощущаю, что я на родине, куда бы я ни приехал, я вижу, вот в маленьких городках это более заметно, но и в Питере я на родине, я хожу по Питеру, я знаю город, я люблю его с детства, я знаю, да, вот тут проходил блок, вот тут Пушкин, вот тут Достоевский с братом встречался, вот тут, значит, жил Ревлеев, а тут Пестель, каждая улица, в общем-то, знакома, что-то в ней происходило, это тоже родина, это другая культура, это Петербург, Пушкина, Достоевского, ну, Петербург Петра Первого тоже есть, хотя его очень мало, конечно, осталось, Петербург Серебряного века, вот недавно проводили мы в Мирыной Коняева, Николай, это он, может, товарищ был, и вот он жил в доме на Разъезжей, и там в этом же доме жил Сологуб в Серебряном веке, вот по этой же лесенке ходил, я вот иду каждый раз к Николаю, думаю, вот надо же, по этим ступенькам, а когда башня Вячеслава Иванова прикрылась, она несколько лет существовала возле Таврического, и все стали собираться у Сологуба, то есть Мережковский, Гиппиус, значит, там все приходили, Городецкий, все, значит, Блок, конечно, приходил туда, я думаю, ну, надо же, вот ходил тут Блок по этим ступенькам, по Пятницам к Сологубу, а сейчас я вот иду к Каняеву, вот это тоже, вот город-то живой, тоже надо его любить и знать, вот, вот этим он замечательный, я об этом, кстати, и в позе писал, и стихи я очень много писал, вот, вот как вот, например, уроки, вот папа мой учился, да, он вернулся потом с детдома, из деревни, учился уже сначала в техникуме, потом в институте, после войны уже, он говорит, он говорит, тут у нас был учитель литературы в техникуме, очень интересный, он говорит, нас водил по городу, ну, это где-то 46-й или 47-й год, может, 48-й, не знаю, после войны, приведет, вот, вот, приводит на канал Грибоеда, вот видите, говорит, идет женщина, это Анна Андреевна Ахматова, вы не понимаете, кто это такая, но издалека, он близко не подходил, не приставал, вы не понимаете, но вы потом это запомните, что я вам сказал, и вы своих детей приведете, внуков на это место и покажете, вот тут я видел Ахматова, а вот, говорит, идет мужчина, сухощавый, такой, с белым шпицем, на поводке к ней навстречу, это Зорченко, вот, будьте знакомы, издалека, он вплотную не подводил, вот, и, конечно, потом, уже где-то, наверное, в 70-е годы отец меня приводил на это место, показывал, вот тут встречались Ахматова с Зорченко, я сам видел это, то есть он гордился этим, вот, а бабушка, она с Ахматовой даже знакома была лично, но не в близкой какой-то дружбе, но знакома. Библиотекарь, которая, да? Да, 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 которая грунтовская, вот, поэтому много интересного, конечно, она рассказывала, у нее подружки были, еще те революционные, некоторые Смольный институт закончили, вот коммуналка была напротив адмиралтейства, Дзержинского, дом 1, в окне вот адмиралтейство видно, вот я сижу там, я мальчику английский учу, у меня тяжело все это шло, они говорят, Андрея, что это вы так, подруга ее, что это вы такое учите, вот, это у вас такая дурная латынь, я говорю, бабушка, это не латынь, не английский, ах, это у вас английский, они до мной старушки подшучивали, вот, но они знали английский, французский, значит, немецкий, латынь, конечно, знали, все это смешно, была наша советская программа школьная, была смешна, вот, так что, вот, может, я прочитаю, может быть, какое-нибудь створение об этом, потому что все-таки, вот, чтобы во мне не представляли, ну, кто-то представляет, что я вот этноограф, действительно, целый ряд книг написанных, так пишут, кто-то вот с точки зрения укопашного боя, это, кстати, опять же, благодаря моему отцу, вот, а кто-то как-то иначе, ну, я-то думаю, что это все происходило потому, что, наверное, я был поэтом, изначально, я вот еще не умел писать, я уже знал наизусть кучу стихов, я начинал свои сочинять, но, потому что тренеров-то много, вот, скажем, у моего отца, он тренировал же много лет, у него были ученики более способные, но, чтобы стать продолжателями традиции, вот, и никто из них не стал, они пытались, туда 2-3-4 года потренируют, 5 бросить, не получается, нужно дар какой-то педагогический иметь, вот, а мне кажется, он заключен вот в поэтическом этом даре, потому что без него, наверное, не было бы всего остального, ни занятий живописью, ни прозой, я думаю, что проза это произвольное от поэзии, потому что все поэты писали прекрасную прозу, но редкий прозаик пишет хорошие стихи, это исключительно какие-то случаи, и то, наверное, это просто потому, что на самом деле он поэт, вот, а его по ошибке считают, как Бунина, например, да, с чиновным прозаиком считают, вот я несколько таких, ну, парочку, может, прочитаю, чтобы много времени занимать, книга, по дверескам, или по великой, в снегах ли, в дождях ли, в пыли, ложатся страницы, великой, истории нашей земли, над ними певучие птахи, мелькают туда и сюда, и август в холщовой рубахе, и в шубе, в декабрь седой, то орды проносятся с гиком, сминая копытом ковыль, то танки безумным болит с криком, сквозь чат наползают и пыль, колышется спелая нива, и реки несут ледолом, как будто кто черкнул огнивом, и замер звезда над прудом, а сколько неведомых судеб в курганах, в оврагах, в степи, читайте строки, прибудет, читай, и не спи, и не спи, читают их ветры и звезды, читают в полях журавли, не поздно, покуда, не поздно, те строки, беды и любви, оставил их раннюю, раннюю, в забытых преданиях отцов, премудрый какой, епифаний державен, а может, рубцов, оставил соседский мальчишка, цветок, или в речке челнок, и нет в этой песенной книжке, чего прочитать я не мог, читаю деревню Никола, где храм одиноко поник, и поле, что осенью голо, но полон его чистовик, читаю страницы селений, лесов и больших городов, где Пушкин прошел, и Есенин, а мой чистовик, не готов, вплетаю последняя лыка, последней строчки свои, дымятся страницы великой истории русской земли. Ну и может быть вот, это вот моя еще неизданная книга тут у меня лежит. Вообще о Питере много очень написано, ну и не меньше написано о деревне, и вот если взять одну подборку, можно представить, что деревенский поэт вырос в деревне, причем это парадоксально, ну действительно, каждый леток бабушки ездил еще мальчонкой, парадоксально, я помню, что в армии как-то нас вызывали на Синокос, кто косить умеет, надо на Синокос колхозу, я говорю, я, значит, а кто-то же из города, я говорю, ну и что, там в личном деле записано, что Ленинградец, вот, а деревенские ребята некоторые не хотели на Синокос. Ну, во-первых, они, просто им не хотелось, они знают, что это тяжело, что это очень тяжелый труд, вручную, ну ладно, это отвлекает, вот поэтому можно представить, что, а вот если другую подборку взять, сформировать ее, то можно представить, что я какой-то житель Серебряного века, что я коренной петербуржец, так оно и есть, по Папиной линии, вот, а действительно, вот этот Серебряный век, мне кажется, он не закончился, вот я об этом тоже писал, у меня есть работы, такие искусствоведческие уже, мне кажется, что вот соцреализм, который считалось, что он пришел во смену, вот этому вот символизму, эпохи модерна, мне кажется, он сам был частью эпохи модерна и продолжает ей быть до сих пор, вот, на мой взгляд, эта эпоха не закончилась, она для кого-то лично закончилась, когда человек утрачивает какие-то духовные идеалы, теряет Бога, теряет Россию, теряет народ, забывает все эти составляющие национальной идеи, вот он приходит в область постмодерна, вот этим она обусловлена, вот, но это его личная беда, есть такие авторы, а тот, кто не потерял, почему нет, вот, Рубцов же, вот он не потерял же ничего, он оставался в Руси, вот и не остается, я думаю, что он, может быть, он станет еще великим, поэтому, где-нибудь там, конца 21-го или 22-го века, может быть, еще вторая волна славы придет к нему. Да, вот если вот вернуться к вашему отцу, да, вот, значит, вот он по образованию, что же он у вас тянул? Ну, сначала он техникум закончил, потом он был в армии, вот там он проходил подготовку, и там вот ему, сначала он кончил танковую школу, был танкистом, на фотографиях он сидит на броне, командир 34-ки, но потом его отобрали, а он был уже тогда выдающийся спортсмен, стал он чемпионом дивизии по многим дисциплинам, в том числе по борьбе, по боксу, когда надо было выступать, хотя боксом не занимался. Вот он с деревни какой-то опыт принес, там у них были стеношные бои, кулачные бои, и вот этот опыт очень был глубокий на самом деле. Вот, и даже он был ворошиловский стрелок, он был чемпионом у них. Его взяли, там у них всего несколько человек отобрали, вот 14 человек из дивизии, у меня есть эти фотографии, можно их потом посмотреть, вот, и готовили, тренировали армейские разведчики, и на семинар поехал Харлампиев, и вот это, конечно, было выдающейся личностью, он большое очень влияние на отца оказал, и он его фразы, его мысли, идеи повторял, потом, полвека спустя, на тренировках, а я потом повторял, то, что повторял отец, и я даже уже не знал, какие фразы отцу принадлежат, какие Харлампиеву, какие-то, может, еще его предшественникам принадлежат, потому что традиция, и когда говорят, вот пишут там наши специалисты в области, значит, в этой, что вот, там, самбо сформировано в 30-е годы, там, на том-то, на том-то, на том-то, разные фамилии называют, но на самом деле рукопашка существовала веками, 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 никто не может, ни Ощепков, там, ни Харлампиев, ни Спиридонов, ни Киевыдающих, а это люди выдающиеся были своего времени, но ни один человек ничего не может сделать, он стоит, он просто фильтрует, он является таким сосудом, в который наполняется, это же бывает сосуд, ведь пустой, много с воду, а пустой сосуд, сосуд, который наполняется, вот, тем, что многие века, многие поколения отработали, и действительно, я когда вот писал книгу про бой русский, то нашел много архивных материалов, различных упоминаний, за тысячу лет, уже поезд временных лет, за 68-м годом, уже 1068-м годом, то есть тысячелетия назад, уже пишут о кулачных боях, и потом множество упоминаний, причем есть даже технические какие-то моменты, упоминаются, не просто общие какие-то фразы, поэтому понятно, что сколько воевали славяне, и не только славяне у нас, многонациональная тут культура была всегда, и в Киевской Руси в древней тоже, вот, сколько они воевали, они и до христианской эпохи, все это восходит к очень большой древности, и андорийской общности, намного тысячелетий назад, как и фольклор наш, потому что фольклористы, они экстраполируют в древности свои исследования, и видят, что, вот когда происходит разделение андорийских групп, это 5-6 тысячелетий назад, то формируются определенные, то что фольклор это очень архаичный, он очень близок, там, прото-германская, прото-славянская, прото-кельтская культура, все это очень близко, но все-таки они идут по разным путям, и дают потом разные плоды, такой многоцветный сад получается, вертоград, как сказали бы наши предки, цветущий, и вот он разный, и уже вот за несколько тысячелетий уже разность это видна, и она видна в единоборствах, это очень характерно, то есть посмотреть, допустим, фильмы Курасавы, великий режиссер, прекрасные у него актеры, там, «Рыжая борода», там, не знаю, или «Семь самураев», там еще, я не дзюду, мы видим, вроде приемы-то одинаковые, как бы все от Адама, вот, «Боросок через бедро» в Африке, но они разные, они очень-очень по-разному, и пластика, они даже бегают по-другому, смотришь, у них другая пластика совершенно, и потом начинает все это разрастаться, и в разные системы превращается, потому что наша техника, кулачная и ударная, она настолько не похожа на современные, похожа на русский танец, такой немножечко, Тоже особенный. Если брать не бросковую технику, а ударную, она очень далека, она даже на бокс-то не совсем похожа, хотя бокс тоже был разный, если мы древний английский бокс подымем, реконструируем его, то видим, что есть общее, особенно с древним французским и немецким. Но немецкая школа вообще не сохранилась почти, если французы свой сават пропагандируют, то немцы у них как-то это все. Но древние описания есть немецкие, причем очень старинные, с картинками, причем вот эти, если учебники, сейчас можно их в интернете найти, там выдающиеся художники, учебники 15-й век, там 16-й, один учебник Альбрехт Бюрер иллюстрировал, другой Кранах старший, это имена какие-то, великие люди, художники, во-первых, они сами занимались единоборствами, потому что они рисуют картинки со знанием дела, во-вторых, они иллюстрируют, десятки делают иллюстрации для боевых учебников, они считали, видимо, это очень важным, таким национальным делом, уже тогда, и это очень близко нам, потому что это, конечно, имеет ротстор с древнеславянской традицией, а вот японские вещи очень мало, объединяют нас. Вот отец занимался тогда, и потом, когда он уже демобилизовался, он фактически, почти сразу, его привлекли к тренерской работе, в 54-м году, он покинул армию окончательно, и вот он тренировал, неофициально, потому что была подписка о неразглашении, все это секретно, нельзя ничего, но он тренировал милиционеров, а потом вот я появился там, вот меня, моих товарищей, вот, и мы тоже занимались у него, и он всю жизнь проработал педагогом, вот, преподавал в техникуме, потом одно время там у него были неприятности на работе, пришлось ему в школу уйти, он в школе преподавал, и потом он вернулся в вуз, нет, он преподавал труд и черчение, вот, потом он вернулся в институт, и последние лет 15 он преподавал в Инмехе, по первой своей специальности, металловедение, вот, потом СЗПИ заканчивал, по металловедению инженер был, и я тоже первым образованием, случился инженером, хотя это длинная история, я тут уже рассказывать не буду, хотели друзья мои, чтобы я был моряком, в дежурку поступил с ними, но я медкомиссию не прошел, вот, а попал в результате, был единственный вуз, который еще брал документы, все остальные уже прекратили прием, был строительный вуз, и я вам очень благодарен, что я попал туда, потому что я побывал на стройках века, где только я не работал, и в зонах различных, там, вот, обычно все военные объекты, где-то на зонах, и строят черновую работу, делают уголовники, столько фольклора-то подчеркнул, и главное, я бы, знаете, даже выпускников театральных вузов, хотя бы на месяц бы, отправлял бы прорабам поработать, стройкой поруководить, если они хотят быть настоящими режиссерами, потому что вот режиссер настоящий прораб, он все должен везде, при любой погоде выполнить план, это очень интересный опыт, 7 лет я работал в оборонке инженером, но я параллельно с институтом учился в театральной студии Льва Шварца, 5 лет, вот, правда, дипломов тогда не давали, это считалось такое дополнительное образование, но это был очень удивительный человек, тоже вот, как и отец, он повлиял на меня, как театральный режиссер, тоже интересная была пора, я играл в этом театре, и многое я не воспринимал, даже более того, я ушел, бросил театральную карьеру, одно время поступал в театральный институт наш на Маховую, даже мне предлагали там, у нас были педагоги общие, и вот они знали меня, предлагали мне поступить в известные театры, вот, была возможность такая, в общем-то, Клюву Дудину, например, но я какой-то был упертый, мне казалось, что эта система пришла в тупик психологического театра, я стал какую-то свою систему строить, авторскую, которая основывалась на принципах фольклорного театра, потому что это увлечение фольклором, оно меня так приблизило к этому, я понял, что не тем, что Станиславский там какой-то, он неправильный, это вот авангардисты всякие, как раз его выкидывают с прохода, я никогда Константин Сергеевича не призывал с прохода кидать, но я хотел показать, что у нас есть своя театральная система, национальная, и она может быть построена, я вот этому, он дал 30 лет режиссу, и мне кажется, ну, по крайней мере, для себя, я это доказал, и пьесы написаны, стал драматургом по неволе, вот, и постановки сделаны, и актеры воспитаны, мне кажется, это очень продуктивно, она не понята была, вот на фестиваль какие-то посылаешь заявки, и мне говорят, слушайте, ну нет, мы не можем вас принять, вот, вы же не по Станиславскому работаете, ваши актеры, можно подумать, вот эти все авангардные театры, которые вот сейчас кругом везде пролезли, там всякие гогольцентры, можно подумать, они по Станиславскому работают, но они-то почему-то везде рукопожатые, а тут вот, да, вот тот сын школьного учителя, ну кто он такой, фамилия моего папы ведь не Бондарчок, понимаете, поэтому, конечно, сложно было, но кое-где мы выступали на некоторых фестивалях, и я всегда смотрел, не то, что жюри скажет, а то, что скажут зрители, и всегда зрители плакали, рыдали, вот на мою пьесу Рубцовим и Вологде играли в ДК, там женщины из зала подпевали нам, там фольклор звучит на спеваре спектакля, а потом плакали, вот, а жюри иногда говорят прям противоположные вещи, вы неправильно поставили, вас не по науке, так нельзя, вот вы читаете монолог, там сидя за стулом 30 минут, даже не пошевелились, я говорю, слушайте, вот я сижу 30 минут, я читаю монолог, может это неправильно с точки зрения театральной науки, но ведь и в зале никто не пошевелился, зал ведь не дышит, если они там бы шевелились бы, я был бы не прав, а вы были правы, но зал-то не дышит, он смотрит, что я делаю, значит, можно как-то иначе играть, есть такие принципы скатительства, об этом, кстати, в своей статье в актерском мастерстве писал Шукшин, ведь он сам в ГИКе учился вот по этой системе, вот, на борьбе с этой системой, многие, кстати, сделали себе очень известное имя, вот Таганка поднялась там в свое время, да, объявили войну МХАТу, они не сказали Станиславскому, они сказали скромно МХАТу, да, и вот все было гениально, вот, какая-то Ганка всех затмила, но умер Владимир Семенович, и Таганка померкла, вот, значит, дело не в том, что там какие-то великие открытия сделал Любимов, а, наверное, может, уж народ любил Высоцкого, хотя и то, и другое бы присутствовало, но и тот, и другой, и Шукшин, и Высоцкий, обучаясь по системе, а сами-то играли не по ней, и массу актеров не по ней, разве Луспекаев работает по системе, разве об чем играет что-то, он ничего не играет нигде, вот, я не говорю о старых там актерах, которые, по-моему, тоже, пусть мне кажется, мастер сейчас создает систему свою собственную, личную, и все большие мастера, они вот были авторами вот каких-то личных систем, и они, в общем-то, не играли, и в этом плане очень близки мысли и работы Чаплина, он всегда брал людей с улицы на свои фильмы, вот, не то, что они не профессионалы, они, в общем-то, были не профессионалы, он их учил, они у него работали сверх профессионально, и главная реплика на съемочной площадке у него была прекратите играть, ему нужно было, чтобы человек жил в кадре, ему удавалось, есть подражатели, тоже берут тут с улицы какого-нибудь бомжа и снимают, думают, что гениально, но, знаете, в большинстве случаев нет, это надо быть Чарли Чаплином все-таки, не у всех это получается, вот, поэтому, это, 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 единичная продукция такая, как и Шукшин наш, то есть, единичная, да, он тоже же никого не играет, он везде Шукшин, поэтому, и мне казалось, что это возможно, и для этого средства есть вот те приемы, которые в фольклорном театре существуют, поэтому я и книгу вот написал, русский театр, но уже есть этнографический театр в Москве, вот с ним как-то, есть, мы их приглашали, мы фестиваль проводим на пасхальный уже много лет, они приезжали, и даже не один, не один театр, это по 10, по 15 театров нам на фестиваль приезжало, мы свой фестиваль организовали, театральный, проводили много лет, и не только этнографический театр, очень много достойных, вот Сосоева в Воронеже, например, работает в университете, у него там ансамбль, воля такой, и вот она, допустим, своими, она же не режиссирует, и, в общем, она фольклорист, и преподает она фольклор, но она ставит спектакль, и вот многие фольклористы пытаются ставить, но не всем дано, а ей вот дано, вот она взяла и поставила спектакль, и не один, и здорово, понимаете, это подтверждает, что вот мои мысли, они не единочные, вот, что, то есть примеров довольно много, когда люди идут по этому пути, и что еще интересно, что вот кто идет по этому пути, у всех абсолютно разные вещи, вот этнографический театр в Москве, вот Сысоева, в Воронеже, там еще было примеров, вот, а они все разные, а когда вот люди выходят с театрального вуза, как с конвейера, и все одинаково делают, я вот прихожу на спектакль, фильм смотрю, я заранее знаю, что сейчас произойдет, как, как сработает там кино, или театральный режиссер, что сейчас будет какой момент, какой прием использован, уже как-то это все, когда чувствуешь все это наперед, вот, особенно если это еще и плохо делают. Ну, есть очень много достойных примеров, и сама система, я думаю, все-таки не устарела, вот, она имеет место, если ставить, скажем, там Чехова или Горького, то очень даже это все будет здорово, вот, но тот материал, который мы играем, наверное, это не здорово будет, вот, поэтому я думаю, что должна быть система всегда синтетическая, которая включает в себя и то, и другое, в разные пропорции, режиссер должен уметь это, где-то психологический театр, как элемент может быть, а где-то театр условный, и условный тоже разный, в нашем фольклоре вот такая условность, а у Брехта была другая, а у Мерхольда была третья, это разные системы, хотя условно, можно сказать, что это условный театр, вот, поэтому этому я очень много отдал, но, знаете, все повторяется, и в литературе, и в театре, и в боевых искусствах так получилось, что, ну, у меня у нас сестра есть, но сын-то я один был у отца, я был обречен преподавать, никуда не денешься, причем, потом время прошло, не только молодежи, но силовые ведомства приглашали, они официально тоже, и, там, ФСБ, и МВД, и потом госгвардия появилась, тоже приглашали, и войска, десантную дивизию я сделал неоднократно, разведчиков там тренировал, в общем, приходилось все равно этой работой заниматься, профессионально, и тоже везде одна и та же, вот, в общем-то, система, приходишь, проведешь, вот наш ОМОН, там, или СОБР, людям всем понравилось, они знают, что это им нужно, это же очень живой материал, они этого материала не видели никогда, все забыто давно, вот, он им нужен, вот они поедут там в Чечню, или вот, там, в Сирию сейчас, или еще куда-то, это им все будет очень нужно, и они в конце тренировки аплодируют, вот, а потом начальник пишет, нам ничего не надо, у нас все хорошо, систему грунтовских внедрять, ни в коем случае, ну, кто из отвечающих, вот, конкретно любой боевой части, в силовом ведомстве, всегда есть человек, который отвечает за боевую подготовку, разве он может написать рапорт в Москву, что у меня боевая подготовка на плохом уровне, что надо ее коренным образом изменить, вот, никто так не напишет, я вот за свои 30 лет тренерской работы, не видел ни разу, что кто-нибудь так написал, хотя они могут лично тоже радоваться, аплодировать, даже пытаться что-то перехватить, перенять, особенно вот вивки там тоже были, военные ступи скульптуры, там были ребята, которые там пытались что-то там перехватить, перехватить, какую-то диссертацию написать, вот, как будто бы новшество, ребята, это традиция, это многовековые традиционные элементы, рукопашки наши традиционные, это даже не Харлампев придумал, хотя он отцу показал, вот, нет, это вот мы там изобрели, всегда плохо в этом то, что люди ухватывают как-то бегом, как-то, и неправильно, и искаженно, а может и специально искажают, чтобы потом сказать, это наш, это мы изобрели, такой элемент есть, и вот в театре, и вот в рукопашке, казалось бы, тут мало общего, разные такие стези, а все один к одному, все повторялось одно и то же, вот, и это мне тоже показалось важным, потому что своими актерами я занимался боем, у меня во многих спектаклях, там, Борис Годунов, Тарас Бульба, Пугачев Есенинский, там еще, 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 и вот с саблями пляски, бои, сражения, Шекспира мы ставили, там тоже битва, король Лир, сражения на мечах, Антигону поставили, там битва, Сафокла, Сафокла, да, вот очень интересно, вот видите, сразу во всех, во-первых, как поэт я выступал, вот Антигон, я сделал новый перевод, вот, мне интересно, как поэту было сделать, этот спектакль написать, прикоснуться к Сафоклу, интересно было, как режиссеру, потому что я хотел, чтобы возродилась древняя драма, чтобы она, как в античные времена, ее пели, там ведь, примерно 50% текста декламируется, а 50% примерно поется, когда сейчас ставят античную драму, обычно все декламируют, потому что они не знают, как петь, записей древнегреческих нету, видно, что размеры разные, стихотворные, вот декламация идет пятистопным ямбом, а фрагменты, которые поются, они очень разными, там различные дольники попадаются, их амфибрахи, их хореи, там дактилы, и видно разные напевы, а так пели, никто не знает, вот, ну я какой прием сделал, я взял наши архаичные напевы, воинских песен, плачей, там, причетов, и так далее, и так далее, я взял их уже с архаики, с фольклора нашего, они же очень древние, они даже стадиально, они древнее Сафокла, хотя и записаны, может быть, в 20 веке, там материалы, вот, и я их, значит, взял и применил к спектаклю, то есть сам я музыки не писал, меня не дерзал композитором быть, взял готовые напевы, но пришлось сделать новый перевод, потому что надо было размеры стихотворные привести, где плачут девушки, там антигона плачет, там надо было в причет это превратить, традиционные наши фольклорные и так далее, но я текста придерживался оригинального, то есть выступил и как фольклорист, и как поэт, как постановщик, и как рукопажник, потому что у меня мужчины сражаются там, реальные мечи боевые, ну, немножко, они тупые, конечно, не совсем боевые, но не картонные, я помню в детстве так и пришел на балет Хачатуряна, «Спартак» с таким восхищением, сейчас «Спартак» будет, а как раз незадолго до этого мы посмотрели американский фильм «Спартак» с ребятами, с товарищами школьников, и вот я прихожу на Хачатуряна, музыка прекрасная, балет прекрасный, но когда они с картонными мечами мёшат, а меч, я говорю, картонный, и все разрушилось, все сценическое представление разрушилось, то, что, конечно, там балерон танцует замечательно, но владеть оружием он не умеет, он катастрофически не знает, что делать с мечом, и тот балетмейстер, который ставил, он тоже катастрофически не знает, как по-настоящему работать настоящим мечом, стальным мечом, да, вот, поэтому не дай бог, конечно, если в балете они боевые мечи возьмут, они перекалечатся просто, вот, но наши, допустим, казаки, они же, когда выступали, играли, скажем, лодку на святке, они же свои шашки брали боевые, и с ними плясали, там, изображались сражения, вот, это, это же не бутафория была, они выходили в своих костюмах боевых, свои портупеи, своей шашкой, все, все было настоящее, вот это мне гораздо ближе, это гораздо интереснее, когда человек выйдет, ага, и видно, что, да, это родная шашка, он ей профессионально владеет, если ему надо софоклу показать, он меч возьмет, значит, надо будет, там, стенку разина, значит, саблю, вот, и вот это, это очень работает сильно на сцене, это тоже сценический прием, вот, в свое время как-то учили драки, более того, сам Харлампи учил актеров еще в 30-е годы, до войны, и у нас почти все постановщики наших знаменитых трюков, были сейчас амбисты, вот, но они по подписку, они разглашение, по подписке не имели права показывать актерам, ни в театре, ни в кино, боевых прикладных приемов, только элементы спортивно-боевого самбо, захват, бросок, поэтому в советском кинематографе, ну, 100%, ну, 99% схватили, через спину бросили, схватили, бросили, и мне вот, например, это уже начинает это, вот, хоть бы раз грамотно кто-то ударил, но есть несколько фильмов, там, где-то, где грамотно они наносят боевые удары, но очень мало, потому что за этим следили, не давали, и в нашем кинематографе были такие мастера, работали, и среди дублеров, каскадеров, и среди актеров, потому что, например, вот Юматов, он мог сам без каскадеров любую драку показать, любую драку, сам человек воевал, сам прошел всю эту подготовку, вот, но не разрешали, и вот того, что сделал японский кинематограф, и китайский после за ним, этого у нас не произошло, мы бы, я уверен, наши ребята бы затмили бы, там, Брюса Ли, Джеки Чана, там, любого бы, потому что они еще актеры драматические, прекрасные были всегда, вот, но нельзя, она была подножка, подсечка, бросок через спину, все, вот, даже вот «Звезду» я вспоминаю, старый фильм, сороковых годов, с Ключковым, там, там, весь раздел спортивного самбо, все, красиво очень продемонстрирован, ни одного боевого прикладного приема, ни одного, хотя, видно, что эти ребята, они хорошо подготовлены, кто там, вот, и они могут, и они наверняка знали, и умели это все сделать, ну, вот так у нас как-то. А остались вообще документальные видеозаписи, или кинозаписи рукопашного боя? Нет, кинозаписи прикладного и рукопашного боя считался секретным, Харлампиев разработал трехуровневую систему подготовки, борьба самбо, боевое самбо, вот, название обманывает людей, люди думают, что боевое самбо, оно боевое, это спортивное единоборство, оно отработано так, чтобы можно было состязаться, не укалечиться, и максимальная безопасность обеспечивается. В боевых условиях, когда готовили, там, буквально на фронте, там, где-то, любое членовредительство на тренировке рассматривалось, как самострел. Ты товарищу сломал руку, ты вывел важного специалиста, который очень сейчас нужен на фронте, ты вывел его там на месяц, там, из строя, тебя трибунал грозит. Поэтому все было разработано так, чтобы, значит, максимально безопасно, поэтому я думаю, что среди спортивных единоборств, боевой самбо, это лучший, что мы имеем. Вот, оно сейчас живо, в принципе, хотя немножко сейчас под влиянием к каратетам они работают, ударная техника не та, которая была при Харлампе, тогда была кулачная дурнатива. А вот кулачные бои, которые вот в деревне, то есть стенка на стенку, они имеют элементы рукопашного боя? Это, если бы вы обрядовать, то нет, в основном работали кулаками, не ногами, да и кулаками, то именно кулаками, локтями, там плечом уже нельзя было, тем более удары головой, там что-то такое. То есть немного было таких лет в кулачном бою, да, в принципе? Там принципиально важно другое в кулачном бою, что это не поединки, вот сейчас пытаются многие, мы выпустили джинны, первый раз я сделал, вот после многолетнего запрещения, первый раз в 91-м году мы собрали на фестиваль фольклорных людей, это где это было? В Питере здесь, и установили стенки, стеночные бои, потом каждый год устраивали, вот, и некоторые проявляют неправильно, вот они становятся друг против друга и устраивают массовый бокс, это абсолютно неверно, вот в стенке люди стоят очень плотно на самом деле, в реальной, и каждый бьется одновременно с двумя, тремя, четырьмя, из второго ряда может прилететь, справа, слева люди ударят, и ты тоже бьешь, и того, кто перед тобой, тоже тебе помогают твои товарищи лупить. То есть это как артельный такой, это групповой бой, артельный такой. Потому что биться один на один невозможно, это абсолютно неверно, будет каша, все развалятся, и это нетрадиционно, а он уже групповой. И отсюда получается, если бой групповой, другая техника, нужны методики групповых связок, когда одним движением ты там перекрываешь, перекрываешь, защищаешься сразу от двух-трех человек, защищаешься, или уходишь сразу от двух-трех, да, вот. То есть в этом заключалась своеобразие русского культура. Да, и она своеобразие еще в том, еще Равинский писал в 19 веке, что он исследовал все, знаменитый исследователь был, культуры, и нигде не нашел, даже там, ни в античности, нигде, ни в одной стране мира, даже у наших братьев, болгар или сербов, нету стеночных боев. Только у русских они были, вот специфика такая. Причем кулачные бои-то в древности, например, были везде, и они были у римлян, у этрусков, у древних германцев, все это описано, есть подробное описание, картинки даже есть. Вот, но стенка на стенку они не ходили, и тем более у них не возникло боя в кругу, а это вот была специфика, как раз то, что разведчикам давали, но это относилось к третьей ступени, боевое прикладное, и он назвал ее, эту ступень, третью Харлампе, в специальный прием. У него было три книжки издана, борьба самбо, боевое самбо и специальный прием. Эти две вторые книжки были секретные. Сейчас, когда вот с самбистами общаешься, то они даже не знают, что третья ступень существовала. Даже мастера спорта по боевому самбо, то есть специалисты, освоившие вторую ступень, они не знали, в принципе, что существует третья, потому что это подавалось для очень узкого контингента разведка, армейская. Вот я отец был. И сейчас, конечно, это уже практически забыто, потому что ты приходишь, я вот общался, разные семинары проводил, говорю, ну, знаете, что такое отмашка? А, да, 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 отмашка. Слышали слово такое? А покажите. Мастер спорта по боевому самбо. И не может ему показать. Он не знает, как она делает. Или показывает, но неправильно. Мне тут вот в интернете показали целый такой ролик, нарезка бои без правила, восьмиугольники там. И там все отмашки демонстрируют. Много, там раз 20-30, все удачно. Отмашка, нокаут падает противник. Он не готов, он не знает этого удара и не готов защититься. Открытый стоит перед ним. А ведь есть защита от отмашек. Ну, ее неизвестно. Ох, как здорово всех валят. Замечаю, стопроцентное попадание. Но все стопроцентно делают неправильно. Потому что их никто не научил. Они спонтанно пришли люди из разных наций, из разных государств, из разных школ. Кто-то занимался МММ, кто-то чем-то, я не знаю, миксером каким-то там, миксом, то есть он называется. В общем, спонтанно. Они изобретают велосипед. А велосипед получается с квадратными колесами. Но это все было изобретено много веков назад. Я подчеркиваю, это не Харлампев придумал отмашку. Я использовал Владимир Муровец в блинах. Я помню тот холм, и я стою средь земляники, клевера, ромашек. Они по пояс. Мне лет пять или шесть, и я маленький, стою перед великим. И вижу в пенье пчел, шмеле и птиц весь этот холм, как храм, покрытый небом, где сотни колокольчиков звенят, где вознеслись шатры могучих елей, и где ветра на клиросах поют, сложившие еще до человека какую-то чудную литургию. А в небе над шатрами журавли. Паломники спешат святую землю, стихи рассочиняя по пути, а по ночам приходит он в движение небесный купол, чудные созвездия вращаются по кругу и поют другую песню. И приходит утро. Я помню этот холм и этот храм, построенный до моего рождения и до грехопадения моего. Я помню все в цветах по пояс стоя, в гуденье пчел, шмелей, в порханье птиц, средь земляники, клевера, ромашек. Я помню этот холм, и я стою, склонив седую голову на травы спустя полвека. Но он все тот же, как до меня и после, и вовек. И я прошу и верю все прощения того, кто у истока. Я стою среди этих трав, цветов, опавших листьев, спешащих на работу муравьев, в них растворяясь, созидаясь частью всеобщей литургии бытия. Вот пришел дружок мой послушать меня. Я когда стихи читаю, он сюда приходит, пес. Вот. Да. Вот я много книг сочинил, но, правда, не про дружка, а до этого у нас еще был Пушок. Вот его знают многие дети, потому что книги эти перезадавались, детские мои. И он стал литературным персонажем. Вот. Ну, это уже другой персонаж. Ну, это уже вполне такой же такой.